От пациента. Пять лет назад нос стал плохо, дышать с годами становилось только хуже. Каждый раз на снимках были какие-то воспалительные процессы в пазухах. В 2019 году перенес септопластику с вазотомией НР. Операция прошла не совсем успешно и спустя три месяца сделали повторную операцию с конхотомией. После всех операций стало только хуже. На данный момент сильные отеки справа и давящая боль тоже справа. Бывает сопровождаются выделения из носа зеленые, иногда коричневые, есть признаки аллергического фона, в такие моменты выделения из носа имеют водянистый характер. В теплое время сильная сухость в носу и жжение слева, временами жжение справа, симптомы меняются от обильных выделений до сильной сухости. Слизь временами бывает очень липкая. Консультативное заключение по представленным катетомограммам пациента 29 лет. Дата исследования – 11 сентября 2020 года. Область исследования – придаточные пазухи носа. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. Использованы трехмерные реконструкции. В зоне сканирования свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Носовая перегородка на границе передней и средней трети смещена влево на 10 мм. Лобные пазухи. Справа. Пневматизация снижена за счет отека слизистой оболочки в области соустия. Соустия непроходима. Слева. Пневматизация сохранена. Патологические включения не выявлены. Соустия проходима. Решетчатый лабиринт. Пневматизация умеренно снижена. За счет отека слизистой оболочки патологические включения не выявлены. Гайморовы пазухи. Соустия пазух расширены. Состояние после оперативного лечения. Справа. Пневматизация снижена за счет локального отека слизистой оболочки вокруг 26 и 27 зубов, пролобирующих в пазуху на глубину до 6 мм. Соустия проходима. Слева. Пневматизация снижена за счет отека слизистой оболочки, преимущественно по передней и нижней стенке, до 17 мм. Соустия проходима. В пазуху пролобируют корни 15,16 зубов на глубину до 5 мм. Основная пазуха. Справа. Пневматизация сохранена. Патологические включения не выявлены. Соустия проходима. Слева. Пневматизация сохранена. Патологические включения не выявлены. Соустия проходима. Пневматизация сосцевидных отростков в зоне сканирования височных костей несколько снижена. За счет минимального отека слизистой оболочки и минимальных склеротических изменений. Заключение. КТ-картина искривления носовой перегородки, полисинусита, адантогенного. Гайморита, минимально выраженного двухстороннего мостоедита. Рекомендована куктека верхней челюсти, консультация стоматолога, лор-врача. Ассистент кафедры КМН. Котов Максим Анатольевич. Комментарий врача-рентгенолога. В целом, видно, что у вас были вмешательства в носовой полости. Но в то же время носовая перегородка все равно кривая. Боли справа, на мой взгляд, связаны с нарушением оттока из правой лобной пазухи. Обычно при операциях соусти расширяют, и с оттоком проблем нет. В левой гайморовой пазухе выраженный отек слизистой, хотя соусти широкая, проблем с оттоком быть не должно. Также обращают на себя внимание зубы. С обеих сторон задние зубы проходят в гайморовой пазухе, и за счет этого может поддерживаться воспаление. Здесь лучше всего сделать конусно-лучевую компьютерную томографию верхней челюсти, это делается в стоматологических клиниках. На ней более тонко можно оценить состояние зубов и прилежащей к ним костной ткани. И с результатами КЛКТК я бы показался стоматологу. КЛКТК КЛКТК КЛКТ 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 КАТК